Гундича Марджуна Лилаш и Читания Чиритамрита Это день перед Ширадхаятрой, Джаганадхирадхаятра. Итак, сегодня Шиман Махапрабху осуществил Гундича Марджуна Лилу. Это означает «мыть», Гундича Мандир. Понимаете, Гундича Марджуна Лила была осуществлена. Он осуществил это со всеми преданными вайшнавами. Махапрабху сам сделал это. Шиман Махапрабху, несмотря на то, что он не отличен от Кришны, верховной истины, абсолютной истины, Все равно он пришел сюда, как преданный. Практически он учил нас, как делать бхакти-садхану. Как человек должен посвятить себя лотосных стоп Кришны, полностью предаться. Он сам учил этому. Он осуществлял Лилу Ачари. Ачарья Лилу. Ачарья – это тот, кто сам практикует в своей жизни и учит. Это Ачарья. Таково определение Ачарья. Тот, кто знает Шастрататву, кто хорошо осведомлен в Шастрататве и сам следует этому в своей жизни и учит. Он является Ачарией. Махапрабху делал то же самое. Он сам практиковал и учил. В начальной школе, как учитель начальной школы, он учит маленьких детей. Учитель начальной школы, он держит руку маленького ребенка и учит. Точно так же Махапрабху учил. Он такой добрый Акбута Карунья. Замечательным образом добр. К нам. Это Махапрабху. Итак, этим очищением храма Гундича Махапрабху учил, как человек должен очистить свое собственное сердце, потому что сердце является местом, где Верховный Господь Кришна будет сидеть. Каково это место? Хридая Вриндаван, сердце – это Вриндаван. Сердце преданного – это Вриндаван. И Верховный Господь Кришна сидит там, в таком сердце, в сердце подобному Вриндавану. И это сердце должно быть полностью очищенным. Даже маленького пятнышка не должно быть там. Нет. Никакого пятнышка даже не должно быть. Даже маленького пятнышка не должно быть. Полностью чистое. Этому Махапрабху учил нас. Когда сердце будет очищено, как очень спокойное и прохладное. Спокойное и прохладное. Тогда это будет подходящим местом для того, чтобы Верховный Господь сел там, в противном случае Он никогда не сядет там. Махапрабху вымыл Гундича Мандир. Вот это – это время. Господь Жаганадха и только будет оставаться там сколько много дней? Девять дней. Только девять дней. Тогда он оставит этот храм и вернётся обратно в изначальный храм. Этот храм Гундича открыт на девять дней. В другие дни храм не открыт. Вы видите столько много грязных вещей. Много палочек, много травы, много пыли, столько много грязи. Было там. Это нуждалось в очищении. Махапрабху сделал это. Махапрабху с другими предными, байшнавами, отправился туда с тысячами, тысячами веников, с тысячами горшков, горшков для воды из Харисанкиртаны. Вайшнавы действовали таким образом. Махапрабху вместе с вайшнавами делали так. Они приносили воду из водоёма Эль-Радюмны, который рядом с храмом Гундича. И сотни людей и вайшнавов были вовлечены в поставку воды. И сотни других вайшнавов, они были вовлечены в то, что они обитали вениками. И другие, они вовлекались в то, что собирали палочки, траву, сорняки, грязные вещи. Они собирали всё это и помещали это в одном месте, делали кучку. Каждый вайшнав, каждый бакта, делал свою собственную кучку. Вы видите, собирал. Махапрабху в перерывах ходил и смотрел, кто собрал больше, чья кучка больше. Махапрабху прославлял его. И у кого кучка была небольшая, небольшого размера, маленькая, Махапрабху был очень... Он ругал их, понимаете? Мягко ругал. Но также он учил их, как это сделать, практически учил. Это Махапрабху делал. И значимость этого такова, что в сердце много грязных вещей. А что это за грязные вещи? Это карма, гьяна, йога. Карма, гьяна, йога. Карма, деятельность ради плодов. Гьяна, сухая философия, спекулятивное знание. И йога. Это аштанга йога. И также, помимо этого, другие мотивы. Столько много других мотивов находится там, в сердце. Поэтому Шаларупа Гаслами сказал, это утама бхакти. Это чистая преданность, шуда бхакти. Где нет других мотивов, других желаний. Что это за другие желания? Бхакти, мхакти, ванча. Никаких желаний наслаждений, материальных наслаждений. Ни желания освобождения. Только преданность. Только служить Кришне, так как Кришне нравится. Это утама бхакти. Если это будет анявилас, в сердце. Другие мотивы. Гьяна, карма, йога. Желания гьяны, кармы, йоги. Освобождение и так далее. Тогда сердце не чисто. Кришна никогда не сядет там. Никогда не проявится там. Потому что ты не можешь делать шуда бхакти, садхану. Такая личность не может. В этом материальном мире большинство людей обусловлено. Большинство людей являются обусловленными душами, обусловленными Майей, материальной природой. Поэтому они имеют все материальные желания, безграничные материальные желания. И до тех пор, пока человек находится здесь, в этом материальном мире, он всегда вовлечен. В осуществлении потребностей этого материального тела. Еда, солнце, совокупление, оборона. Это анявилас. Чувственное наслаждение. Это анявилас. Если там будут находиться все эти вещи, эти желания, они как шипы, как шипы и камешки. Трава, ветки, подобно этому. Если все эти вещи будут находиться в сердце, Кришна тогда никогда не сядет там. Это будет колоть Кришну. Понимаете? Эти шипы, они будут колоть его. Есть также личности, которые осуществляют яги, жертвоприношения, вовлекаются в благотворительность, отречены. Это тоже анявилас. Другие желания, потому что таким образом они культивируют желание возвыситься на райские планеты и наслаждаться там. Это также анявилас. Человек должен быть свободен от этих вещей. Иногда также там много пыли, песка, кучки песка там. Если циклон придет, если циклон придет, вся эта пыль извне, она проникнет внутрь храма. Это несомненно произойдет. Поэтому Махапрабу собрал всю пыль, все грязные вещи, все ветки, шипы, траву и сделал кучки всех этих грязных вещей. Махапрабу собрал и своей собственной одеждой, он поместил это на лист и выкинул это на расстояние, чтобы вихрь никогда не занес это вновь обратно. Махапрабу сделал это. После этого в начале он вычистил все снаружи, с внешней стороны, всю эту смесь. В начале он вычистил это при помощи преданных вайшнавов. Тогда он пришел, когда вся эта смесь была полностью вычищена. И как я уже сказал, некоторые вайшнавы были вовлечены в подметание, очищали все вениками, кто-то приносил воду, брызгал водой, опять подметали, очищали внешнюю сторону. Эта часть храма была вычищена. Тогда весь храм снизу доверху Махапрабу вычистил с помощью вайшнавов. И вода, некоторые преданные, они брызгали водой, некоторые подметали, мыли, и некоторые просто собирали грязные вещи и помещали их в одно место, в одну большую кучу. Некоторые мыли снаружи. Таким образом, все были вовлечены в уборку. И Махапрабу сам своей сухой частью одежды также подметал, убирался. Так замечательно, что даже маленькая пылинка не оставалась. Все было вычищено, полностью вычищено. Как Махапрабу делал. Когда все извне было вычищено, тогда Махапрабу прошел внутрь храма с преданными. И таким же образом, кто-то поливал водой, кто-то подметал. Тогда после того, как подметали, Махапрабу протирал сухой частью своей одежды. Таким образом, они убирались. Тогда они отправились в Симхасане, где Господь будет сидеть, Симхасана. И таким же образом Симхасана была очищена и Махапрабу своей собственной одеждой. Он протирал это так замечательно, что даже пылинки не оставалось там. Даже пылинки не оставалось там. Полностью вычищал. Сам Махапрабу сделал это и таким образом учил нас, как очищать свое сердце. Это то, как мы должны очищать свое сердце. Иначе сердце полностью очищено. Нет даже пылинки, даже примеси других желаний не будет там. Тогда сердце будет полностью очищено, прохладным, спокойным. Тогда это будет подходящим местом для того, чтобы Господь сел там, проявился там. В противном случае Господь никогда не проявится. Шиларупа Госвами сказал об этом. В Рупа Шикше мы обнаружим это. Махапрабу учил этому Рупу Госвами. Мы найдем это в Шиштане Чиритамрити. Это известно как Кутинати, Пратишдхаса, Дживахимса, Нишидхачара, Лапха, Пуджа. Все эти вещи, это грязные вещи в сердце. Что такое Кутинати? Кутинати означает лицемерие, противоположность простоте. Кутинати означает лицемерие, это то, что противоположно простоте. Простота – это вайшнавизм. Вайшнав должен быть простым. Таким же простым, как ребенок. Простым, как ребенок. Эта простота – это вайшнавизм. Шимат Бхагасаданта Сарасвати Госвами Прабхупада Махарадж сказал об этом. Те, кто настоящие вайшнавы, чистые вайшнавы, они очень простые. Они просты, как дети. Итак, Кутинати означает лицемерие. Это противоположность простоты. Тогда Пратишдхаса. Что это означает Пратишдхаса? Пратишдхаса означает желание, имени, славы и поклонение. Имя, слава – это Пратишдхаса. Люди будут говорить мне, ты великий саду, великий саду, великий вайшнав. Люди будут говорить таким образом. Тогда он будет чувствовать себя ликующим. Это Пратишдхаса. Люди будут выражать почтение, материальное уважение. Это известно как Пратишдхаса. Это все грязные вещи. Таким образом, человек будет провозглашать себя Аватарой или инкарнацией Господа. Мистические йоги, имперсоналисты, они считают себя таковыми. Это известно как Пратишдхаса. Тогда Джива Химса. Джива Химса означает тот, кто не проповедует. Тот, кто не проповедует славу Господа. Он совершает Джива Химсу. Тот, кто не проповедует философию чистой преданности. Кто скуп в этом отношении, понимаете? Он совершает Джива Химсу. Джива Химсу. Майвади. Карми. Те, кто трудятся ради плодов. Личности, которые развили другие желания, другие мотивы, мотивированы другими желаниями. Если кто-то будет общаться с такими личностями, и кто-то отправится к ним, и будет общаться с ними на основе их философии, это приносит удовлетворение ему. Такие личности, они делают Джива Химсу. Делают Джива Химсу. Лабха, Пуджа. Тогда Нисидхачара. Нисидхачара означает взаимодействие, поведение, которое запрещено в шастров. Это Нисидхачара. Это означает общение с женщинами, с Трисангой. И общение с Карми Дьяни, Аня Виласи, Йоги. Это Нисидхачара. Общение с непреданными. Это Нисидхачара. И все эти вещи с многих жизней, многих жизней, лаков жизней. Они все саккумулированы там. Они саккумулированы в сердце. Все эти грязные вещи. Это должно быть очищено полностью. И Махапрабху учил этому. Махапрабху вычистил это не один раз. Вычистил это дважды. В начале и затем еще раз. Вычистил дважды. Полностью вычистил. И Махапрабху сам лично проверял, смотрел лично, чтобы не осталась даже пылинка. Полностью чтобы было вычистено. Это Махапрабху учение. Он сам учит, применяет, практикует и учит. Это Махапрабху девиз. Практикуй это сам, тогда учи других. Если кто-то не практикует сам, у него нет права учить, нет права говорить другим. Если он говорит, тогда его слова будут пустыми словами без силы. Там не будет силы в его словах. Это никогда не будет эффективным. Никогда не будет эффективным. Тот, кто практикует сам, тогда у него есть право говорить. И слова такой личности, они будут иметь силу. А это будет эффективно. Это девиз Махапрабху. И Махапрабху чистил таким образом, что весь храм выглядел таким же чистым, так же чисто, как сияющий кристалл. Весь храм выглядел сверкающим, очень чистым. Это таинство. Это учение, которое стоит за Гундича Марджина Лилой. Гундича Марджина Лила. Потому что Господь придет и сядет. До тех пор, пока ты не вычистишь свой храм, что означает твое сердце, Симхасану, чтобы оно было настолько чисто, Господь никогда не придет и не сядет туда. До сих пор вайшнавы делают это. Гаудия вайшнавы. Они делают это. Наш храм еще не завершен. Гундича Мандир находится в твоем сердце. Не снаружи. Ты очистить свое сердце. Очистить свое сердце. Это означает, Гундича Мандир там. Кришна будет очень доволен и сядет там. Если там будет хотя бы пылинка, Кришна никогда не сядет там. Вычисти это, чтобы это было сияющее. Сияющее, как кристалл. Сияющее, как чистый кристалл. Тогда Кришна будет доволен и сядет там. Сегодня это день. И делай это сегодня. Сияющее. 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 Сияющее.